Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ в студии Нотария Хохлова-Покровская. Термин невроз прочно вошел в нашу жизнь и неизвестен разве что младенцам. Впервые описание этого заболевания было предложено в 1776 году лекарем-куленом. Хотя уже в летописях, в древнейших письменных источниках были описаны все признаки неврозов. Говорят, что сегодня, ну, наверное, трудно найти другое понятие в медицине, которое бы так многозначно описывалось и объяснялось. Во все времена человечество переживало разнообразные стрессы, войны, катаклизмы, землетрясения, наводнения. И даже трудно сказать, какой период сложнее, эпоха Ивана Грозного или теперешнее время. Но самое главное, что кроме внешних стрессов, есть еще один краеугольный камень. Невроза – это грех. О семи смертных грехах сегодня в этой студии с профессором Валерием Семеновичем Питенским. Валерием Семеновичем Питенским. Ждет их собственную душу. И кара эта неотвратима. Гнев. Первый из семи смертных грехов человечества. Их жизнь бессоботна и распутна. Их мысли злодострасны, а речь сквернословна. Они источают вожделение И бессильны предсоблазнами. Их порог испепеляет самые светлые чувства. Их душе не суждено обрести покой. Блуд. Второй из семи смертных грехов человечества. Они не воздержаны в застольных утехах. Их мысли растворяются в пьянящем вине И дурманящих сельях. Они угождают своим прихотям И леют собственную плоть. Судьба их души. Нескончаемые муки и страдания. Их грех. Чревоугодие. Третий из семи смертных грехов человечества. Они скорбят при виде чужой радости. Их руки сжимаются при мысли о том, Что кто-либо достиг большего. Их угнетает богатство и сила, Которая им не принадлежит. Их сердце изъедено червоточинами. А душа обречена на погибель. Завесть. Четвертый из семи смертных грехов человечества. Их стихия, ленность и покорность. Они проводят дни в дремоте и успокоении. Они уповают на промысел Всевышнего. И легко предаются слезам и отчаянию. Их слабость. Смерть для их души. Уныние. Пятый из семи смертных грехов человечества. Они презирают ближнего своего. Они надменно отворачиваются от слабых и убогих. Они кичатся собственным успехом. Они считают мнение свое единственно верным. И мораль свою непогрешимой. Они убиваются собственным превосходством. Но после смерти их душа. Обречена на вечное и нестерпимое мучение. Гордыня. Шестой из семи смертных грехов человечества. Их мысли целиком погрещены наживой и обогащением. Их закрома полны презренного металла. А кошельки трещат по швам от купюр. Они готовы присвоить чужое и скуп на подаяние. Их душам никогда не увидеть покоя. А учность седьмой и последней из смертных грехов человечества. У вас есть возможность в течение 30 минут пообщаться с Валерией Семеновичем. Наш телефон 737-7310. А также пересмотреть эту программу потом на ютубе. Кто не сам, во начало нас смотрит. Валерий Семенович, итак мы просмотрели все вот эти семь смертных грехов, которые произнесены жутким совершенно голосом таким, да? Невроз это нравственный барометр? Вот исходя из этого роста. Очень, очень точно сказано. Очень точно сказано. И отвечает тому, что есть на самом деле, ну, в 80-90% случаев. В 80-90%. То есть практически все неврозы имеют в своем начале какой-то конфликт личностный или социально-личностный. Что, впрочем, для человека безразлично. Он получает болезнь. Для нас с вами и для меня как врача в плане выбора терапии, да, это важно. А, в общем-то, болезнь, невроз, это страшная болезнь. Страшная болезнь. Ну, может быть, болезнь независимости. Вот я могу поставить впереди болезни типа наркомании, наркомании, алкоголизма. И же с ним, да. Или же рак. Если рак, все-таки мы имеем что-то конкретное. То есть есть вариации выздоровления, да, такие, более-не-менее, если в ранней стадии? Ну, даже выздоровления, может быть, и нет, но угрожает всего лишь смерти. А смертью рак. Или можно даже вылечиться с помощью хирургов пока что. А потом уже наверняка будет и лекарство от рака. Болезни независимости, они гораздо более страшны. И об этом отдельно. Это может быть даже не просто отдельная тема, а отдельнейшая тема. Потому что много, много по поводу болезни независимости, словоблудия. Очень мало настоящих врачей, которые бы занимались наркологическими. И очень много вокруг наркологических проблем. Мы что-то так отошли. Мы сейчас вернемся, да. Но это один из грехов, которыми пользуется целый ряд людей нечистоплотных, врачей нечистоплотных, которые паразитируют на проблемах алкоголизма. А это уже алчность? Это алчность. Ну, не бывает моно страстей, патологических страстей, которые мы называем грехом. Не бывает одного. Он обязательно миксен с чем-то. Микс-то это смешение. Смешение. Да. И вот миксное состояние, они везде, в общем-то, в нашей жизни. Мы состоим из микс, но вот именно... Ну да, потому что гордыня – это и гнев, это и зависть, да. То есть вот только человек возгордился, что-то у него рухнуло, и у него пошла цепочка. Вы знаете, я... Уйдем от наркологии. Просто эта площадка очень интересная. И в плане патогенеза, и в плане механизмов, ну и в плане того, что вокруг наркологии творится. Мы возьмем это отдельной темой, просто. А, отдельной, потому что там, там, не разбери. Ну, у нас тоже сегодня тема, слава богу. Да. Семь грехов. А вот о сегодняшней теме я хочу предупредить и наших зрителей, и всех тех, кто будет пересказывать, может быть, нашу программу кому-то. И возникнут разного рода ситуации, вплоть до отвержения с омерзением. Почему? Потому что дело-то касается того, что коснулось своими руками, коснулось своими прикосновениями, прикоснулось к этому процессу церкви, вера. А вера – это настолько интимное дело, а церковь – это настолько несовершенная структура, что очень много в проблеме смертных грехов напутано и используется, будем говорить так, ну, вопреки честному смыслу. Вот честному перед человеком. И, казалось бы, бесчестные, страшные грехи, но целый ряд так авантюрно настроенных служителей, они используют в виде угрозы вот эти понятия, так же, как «десять заповедей Господних». Эти вот два понятия – «семь смертных грехов» и «десять заповедей Господних» подчас используют… Их эксплуатируют просто. Да, вот, это правильное слово. Их просто эксплуатируют. Эксплуатируют и не по назначению, а для наведения на людей смятения, греховного смятения. Эти люди используют вот это великое достояние человека. Ведь впервые взяли и знали о грехах давно, наверное, со времен Адама и Евы. Ведь, посмотрите, в отношении Адама и Евы, Адам и Ева пошли вопреки заветам Господа. Можно сказать, что, проявив гордыню, если взять что-то из смертного греха, больше всего там было гордыня. Они пошли, они противопоставили себя Господу. И тут же, вот вспомните мои слова, будут говорить что-то вопреки. Не потому Адам и Евы это сделали. Нет, вот они вот потому сделали, вот потому. Но они совершили грех. И Господь, что он сделал? Разгневался. Господи, не упоминай имя, согласно десяти заповедей. Но я вот произнесу это слово и спрошу. Вас спрошу и зрителей спрошу. А разве мог разгневаться Господь? Ведь он совершил тем самым грех. И наказал-то он в состоянии разгневанности Адама и Еву. А потом убийство первым сыном Адама и Евы, Каином, своего брата Авеля. Дойти до крови в отмщении. Вот в этом уже Каин и Авель не были виноваты в грехе Адама и Евы, которые нарушили Завет и разгневали Господа. Все эти вопросы я задавал людям от церкви, людям, которые служат Господу. И мы дебатировали. Один из них просто оказался великолепно образованным человеком. Кстати, это тоже не последнее, с блестящей генетикой философского толка из служителей церкви. Ну и он смог объяснить грех первородных? Во всяком случае, он объяснял, но он меня не убедил. Ну не убедил, мы с ним даже договаривались встретиться здесь у вас. Да, вы говорили мне. Да, я говорил вам об этом. Мы пригласим его. Он уехал, к сожалению. Хорошо, мы дождемся. Да, у него отпуск. И он уехал. Но с церкви, может быть, тут действительно, даже я когда читала, я поняла, что там очень-очень-очень это все непросто. Но тем не менее, вот эти семь смертных грехов. А разве может быть в церкви что-то непросто? Да, наверное. Опять, опять, вы понимаете, мы идем на поводу у своего всепрощенчества. А ведь посмотрите, что происходит. В конце концов, вот, допустим, есть такой ученый, блестящий совершенно ученый, нобелевский лауреат Лоренс. Я о нем в какой-то передаче говорили о нем. Вот Лоренс, он создал свои восемь заповедей. И я их даже вот захватил с собой. Восемь заповедей на сегодняшний день, на время Лоренца. Это вот он их напечатал, то есть они увидели свет, эти восемь заповедей, где-то лет пятнадцать назад. И я вот работал с ними и просто поражался тому, как он тонко вот зацепил это все. И не входил в конфликт со зрителем и не входил в конфликт с читателем. Он просто поднял другие грехи человеческие, другие, но настолько же важны. И вот история создания семи грехов в списке этого, она относится к третьему веку, это 247 год нашей эры. Когда Кириан из Карфагена создал эти семь грехов и перечислил именно все их восемь грехов. Тогда было восемь грехов. Была восьмеричная была система, да? Да. И потом исчез в связи с тем, что... Ну совместили, они просто совместили там несколько. Да, и я совместили, знаете, вот... А у вас сколько тогда у вас получается? У меня получилось... Да, по вашей системе сколько? У меня получилось, если... Вы знаете, что я все-таки вот ставлю на обсуждение? Я единственное восьмой подсоединил, а седьмой я чуть-чуть изменил. Да, оно интересно. Ну ложь, ну куда мы денем, ну грех это. Грех. Ну господа, ну как бы вы ни крутили, но подчас мы в жизни видим, что ничего нет страшнее лжи. И она переплетена и с гордыней, и с завистью, и с гневом, и с ленностью. И с алчностью, и с сунду. Видите, она из этого... Из тщеславия. Но почему утаивает история двух тысяч лет? Почему она утаивает ложь? Почему десять заповедей господних даже не упоминает ни лги, ни убей, да, ни... Не укради, ни прелюбодействуй. Мне кажется, десять заповедей как раз и говорит о лжи. Вот посмотрите, у меня есть переключения. Нет, ни лги. Есть, нашли. Ни лги. Есть. Ни лги. Я помню, что... Где-то было, да, в каком-то списке было. Нет, вот из этих двух, потому что я очень тщательно анализировал. Анализировал, оно безумно интересно, потому что я каждый день, принимая больную, анализируя происхождение той или иной проблемы в этом человеке, я вижу, откуда взялся этот невроз. Вот, допустим, сегодня у меня была женщина, я уже не буду говорить о ее проблемах, она была сегодня. И наверняка меня слушает, но страх этой женщины и ужас в том, что она, в общем-то, воистину безгрешна, но она несет на себе грехи ее окружения. И она их настолько... И она страдает по поводу этих грехов, которые на нее нагружены. Если говорить о медицинском аспекте смертельных грехов, то то, что... Она созависима грехам. Она становится, она берет на себя и несет на себя. Я не стал ей об этом говорить. Но она носитель вот этого ужаса. Но некоторых из этих грехов... Она же боится, что если она не будет на себе это нести, тогда она совершит грех. Конечно. Она же боится вот... Это особенность ее характера. Это же вот так оно все закольчевано. Я ей говорю, милая моя, хорошая, а она действительно... Очаровательная. У меня рука даже не поднялась там о том, чтобы с ней говорили там о каких-то вознаграждениях или ничего. Потому что это божий одуванчик, который вот есть и наслаждаемся мы такими людьми. Знаете, почему? И потому что они красивы, а потому что можно переложить свой грех. Всегда найдется женская рука, особенно красивая и легка, да? Совершенно верно. Истушенко, да. И поплакаться. И женское плечо, да. И перенести. И тут вот, чтобы я только не забыл, я хочу произнести угрозу... Произносите угрозу. Угрозу всем тем, кто перечисляется в смертных грехах в первом ряду. И у вас, на удивление, и везде это гордыня, это зависть, это гнев, это лепь и, наконец, это алчность. Скажите, какой из смертных грехов здесь, в этом миксте превалирует сегодня? Я вам отвечу. Сейчас, одну секунду. У нас что-то с микрофоном? Поправьте микрофон, пожалуйста. Наташа, подойди, поправь микрофон. Что-то у вас с микрофоном, да, да, да. А вот они тоже боятся подойти и просто поправить микрофон. А нам важно, чтобы нас слышали. Нет, это раз, а потом у нас беседа. Да, конечно, нет. А неотравильная... Да, да. Все, спасибо большое. Да, все, Валерий Семенович, простите. Знаете, что мне девушка сказала? Вы не дышите туда. А, просто перестаньте дышать, Валерий Семенович, на микрофоне. Спасибо. Возвращаемся, да. Но это не грех. Да, это не грех, да. Это не грех. Это то, чтобы я не дышал и больше о грехах не говорили. Да, так... Знаете, вот алчность, это настолько страшно. И вот все вот эти вот, то, что я произнес сейчас, это первый ряд. Знаете, что я вычеркнул из этого списка? Что? Чревоугодие. Чревоугодие. К этому вы спокойно относитесь. Вы знаете, не потому. Знаете, почему оно было вставлено? Ну, представьте себе, список был составлен в третьем веке. Ну да. Когда еда была большой проблемой для человечества, добывание еды. Тогда очень многие технологии добычи... Ну, людей тогда было меньше. Но технологии. Была проблема. И вот представьте себе, семья сидит вокруг вот такого казана. И не чревоугодничай, потому что ложки-то у всех. И они одинаково все должны быть накормлены в этом ряду, люди. И, конечно, много съесть за одним столом нельзя было. Это считалось диким совершенно грехом, потому что другой-то останется голодным. И это было большим грехом, эгоизмом. А ведь эгоизма здесь нет. В этих грехах нет эгоизма. Потому что слова тогда такого не знали. А эгоизм – это страшный грех. Страшный. Мы противопоставляем эгоизму альтруизму. И делаем глубокие выводы, как нам жить дальше. С Илье даже книжку написал по этому поводу об эгоизме и альтруизме. Но эгоизма нет. А есть чревоугодие. Не жри, потому что другому не достанется. Вот как это должно звучать. Поэтому... Это нам сегодня не так актуально, так скажем, да? Чревоугодие. Ну, если другой голодает из-за меня, и я понимаю это, то я понимаю это, у меня есть понимание моим психическим, моего греха, что я нажрался. А он голоден. А он голодный. Если я осознаю это, я негодяй. Я грешу и очень сильно. И должен быть наказан. Ну, во-первых, я хочу рассказать, как нам будет наказан за такой страшный грех человек. Совсем не смертью. То есть, и совсем не мучениями на том свете. Нет, это состоится на этом свете. И состоится на уровне, об этом пишет Лоуренс, на уровне генетическом. Вы испохабите своих родственников, детей, внуков, правнуков, всю свою... Весь свой род. Весь свой род? Вы этим каким-то грехом... Вот алчность. Вот посмотрите, наши миллиардеры, да? Нет, стойте про алчность, ничего не говорите. Потому что я знаю, как только вы начнете говорить про алчность, мы закончим на этом передаче, потому что это ваш конек. У нас звонок просто от телезрителя. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, вот насчет Евгодия у меня тоже был вопрос. Вот была в ресторане буквально позавчера. Я вот сижу и думаю, было ли это чревоугодие. Но меня уже ваш ответ удовлетворил. А вопрос у меня такой. Вот очень многие люди, как бы, зная об этих грехах, тем не менее совершают их. Вот почему они не боятся? Или они считают, сходя в церковь, поставив свечку, они как бы снимают с себя этот грех? Вот почему люди не могут справиться с этими грехами, зная, что это смертные грехи? Очень много вокруг людей гневных и алчных. И вот как вы говорите, вот как вы думаете, почему вот люди не боятся? То есть, зная, все равно совершают, да? Да, да. Какая же вы умничка. Какая вы умничка. Вы знаете, вот интуитивно вы доходите до таких тонких вещей. Ведь церковь что делает? Она действительно за копейки прощает страшные грехи. Ты купил свечку, поставил, или зашел в католической церкви, попросил, чтобы тебе отпустили грехи, и за определенную, так сказать, мзду это очень легко все решается. Ты должен будешь то или другое сделать. Ведь индульгенции совсем недавно в истории религии, в церквях начали продавать. Только тогда, когда золотишком начало пахнуть от индульгенции. Индульгенция – это прощение грехов. Только тогда человек не может прощать грех. Генетически он, поймите, тот, кто сейчас совершает вот эти все миксные состояния, не будем их уже перечислять, но, повторюсь, гордыня, зависть, гнев, алчность, безразличие. Вот это то, что вызывало во все века споры, уныние. Но я думаю, что скорее это не уныние, а люди, не имеющие психиатрического образования, и живущие там в пятом, шестом веке или там в десятом веке, они видели этого человека апатичного внешне, апатичного внутреннего. И они это считали грехом, на самом деле это был или больной человек, уже наказанный неврозом, депрессией в частности. Но за депрессию не за что наказывать. А вот тогда, когда он просто безразличен и полон гордыни, полон зависти, полон всякого рода греховности, вот тогда он безразличен. То тогда ему свечка не поможет в церкви. Да нет, он просто перед... Учтите. Я хочу, чтобы наши зрители поняли. Господа, у нас генетика наша, есть ген. Очень про... Ну как это генетику объяснять вам на языке таблицы умножения? Это невероятно просто. Но да ладно. Генетика наша, это ген. А ген состоит на три четверти из тех качеств, которые мы передаем нашим детям по крови. Так будем говорить, повторяю это на языке таблицы умножения. А одна треть, та, которая воспитывается окружением, социумом. Так вот, мало того, что мы передаем, ведь мы изменили вместе с алчностью, вместе с гордыней, вместе со всеми этими злобными качествами, вместе со всеми этими страшными грехами, мы изменили генетическую структуру как собственную. Так мы и воспитываем этого ребенка, ведь думаете, эти грехи, они не материальны? Духовное, оно и есть материальное, потому что оно откладывается там, где вы его не видите. Ведь мы не видим людей, воскресших с того света, и просто верим тому, что вот где-то там они будут мучиться. Да нет, господа хорошие, ваши дети будут мучиться от ваших денег, от вашей самовлюбленности, от вашей лени, от вашей алчности прежде всего. Я действительно не буду говорить об алчности, потому что эти люди особенно противны. Особенно, и они особенно накопили много греха, за которое будут отвечать дети и потомки дальше. У нас еще один звонок. Да нет, мы даже не знаем, насколько генетика может влиять в другую сторону, не только на потомков, но и на самого человека. Как она может, да, рикошет? Как она меняет характер, как она меняет здоровье человека. Ведь, допустим, посмотрите. Валерий Семенович, там ждет телезритель. Да, ой, господи, простите. Да, звонок. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за передачу. Здравствуйте. Очень прошу, дайте конкретные рекомендации, как научиться кушать мало. Спасибо. Спасибо за звонок. Да, я понимаю, он конкретен, и это проблема булемии, это болезнь такая, проблема пожирательства, проблема обжиралки, это проблема очень, метаболическая проблема. Научи, если у вас это на уровне заболевания организма, то это очень сложное дело. Вот просто в ресторане постараться меньше съесть. Ну, я вам скажу, есть примитивные такие способы, но они все не подходят. Попробуйте, честно говоря, многие будут смеяться, но есть такой препарат, сейчас эндокринологи меня уничтожат, но он совершенно без... Это антиоксидант, препарат, который обладает множеством очень хороших качеств. Фармакологи сейчас будут рукоплескать, потому что будет продаваться их препарат. Да, это Сиафор. Он носит еще ряд названий, но базовое наиболее. При сахарном диабете. При сахарном диабете его применяют с тем, чтобы не дать всосаться и не дать метаболизироваться той еде, которая съедена человеком. Извините, я не должен об этом говорить. Мои передачи и мои разговоры с вами, они вообще называть какой-то препарат, это настолько мне стыдно. И сейчас врачи надо мной смеются, когда услышали от меня. Ну, они просто... Нет, а как вот можно себя уговорить не кушать? Вот можно себя уговорить? Я так думаю, что от нас телезрители... Чем больше вы будете уговаривать себя и кушать, тем больше вам будет хотеть сожрать. Уже даже не кушать. Дело в том, что... Нет, а мало того, организм иногда требует, потому что он знает, что он делает. Может быть такой вариант? Конечно. Вот он требует заесть иногда что-то нужно. Я вам привожу пример. У американцев долгое время строили дома вот так, как у нас строят. Вот построили дома, и к ним перпендикулярные дорожки асфальтовые или там мостовые, от мостовых другие перпендикулярные мостовые. И вдруг заметили, что когда они сдали дом, никто не ходит по этим дорожкам, а протаптывают свои тропинки к своим подъездам от автобуса или от стоянки машин. И тогда американцы прекратили это дело, и проклада проходит там полгода или там три-четыре. Там, где протоптали, там уже... Там, где протоптали люди тропинку, там они плали мостовую. И вот так происходит у нас в центральной нервной системе. Центральная нервная система, если вы начали в свое время усердствовать с пищей... Там проложена дорожка. Вот вы проложили дорожку, и восстановить нормальный метаболизм, заставить организм отказаться от поглощения пищи, это равносильно отучить алкоголика от пьянства. Это болезнь зависимости. Так же, как любовь, болезнь зависимости, страсть, болезнь зависимости. Так же, как в свое время никто не говорил, что игра это болезнь зависимости. А теперь это... Без сомнений, да. Ну, время диктует свои игры. Почему болезни аддикции, это чисто человек... Вот почему их невозможно будет в ближайшем будущем лечить по-настоящему? Так, знаете, фундаментально. И есть секреты, как лечить болезнь зависимости. Ну, это ювелирная работа. Ну, это ювелирная работа, да? Ну, это ювелирная работа. Это надо много читать. На поток это не поставишь. И, знаете, иметь такое качество врачебное, да и вообще любого изобретателя, любого человека в науке, иметь антиципацию. То есть предвосхищать. Предвосхищать то, что будет работать именно в этой ситуации. Объять впереди находящиеся тебя проблемы, вот эти научные, единое целое, и сделать какой-то фантастический, парадоксальный... Знаете, существует парадоксальная логика. Логика, вот допустим, возьму я сейчас гордыню и буду по поводу гордыни, казалось бы, которая несомненно является грехом. Но я буду парадоксально осмыслять гордыню. И оно окажется в конце концов, ну, так интересно, ну, так забавно. Это вроде как и демагогия, но это развитие парадоксального мышления. Ну, вот видите, мы с вами, когда начинали разговор, наше время уже подходит, но мы еще возьмем пять минут. Потому что, да, я вам сказала... А я ничего не сказала. Ну, да, я в самом начале, когда мы с вами встретились перед эфиром, я спросила вас, самый главный неврастенник это дьявол? И вот тут как раз вот вы меня парадоксально и повернули в другую сторону, потому что я была уверена, что я, в общем, даже не вопрос задаю, я утверждаю, что главный неврастенник это дьявол. А вы мне сказали нет. Нет. Нет, конечно. Если бы вы сказали психопат, то есть... То да. Да, то да. А неврастенник нет. Расстройство личности. Расстройство личности и по разным типам. Вот нюансы, видите? Ну, нюансы, но они так же, как северный и южный полюс. Неврастенник от психопата. Есть развитие неврастеническое. Это страшная болезнь. Это, вы знаете, даже я лечу... Слушайте, как я о себе говорю. Это гордыня. Это гордость. То, что... Это гордость. Это не гордыня. Это гордость, потому что... Мы вам телевизионную индульгенцию выдадим. Я люблю лечить этих невротиков. Люблю. Любите, да? Да, потому что они как раз внутри оказываются вот тем плечом, на которое грешники склоняются, заражают их. И они несут грех других. Это парадоксально. Это ненавистно мне. И я их лечу. И то, что я в конце жизни научился этому, я горжусь. Это не гордыня. Это гордость. Это другое. Это гордость, да. И я горжусь перед собственной женой, перед собственным сыном, а днюдь не перед коллегами, у которых мгновенно возникнет один из грешных. И я не хочу вызывать зависть. Не будем... Или какую-то... Знаете, сегодня мне пришлось столкнуться с такой ситуацией, когда профессор, доктор наук, не понимая суть научной работы, отверг ее, а он имел возможность отвергнуть, отверг ее только на формальных основаниях, в то время, как дело касалось, тема касалась нашего самосознания. Никто в мире по-настоящему не знает, что такое самосознание. Это вот обзывают исследователи, ученые всех стран мира, обзывают эту проблему проклятой проблемой. Это одна из проблем, которые мы имеем в виду. Бермудский треугольник, да? Бермудский треугольник. Волюбые процессы и самосознание. И... Ну, просто потому что, вот, раз я не понимаю, значит... Ну, здесь опять один из грехов, Валерий Семенович. Один из грехов. Я думаю, что да. Да, Валерий Семенович, чем заканчивать будете? Вот 30 секунд туда, в камеру. Прямо к телезрителям. Они сегодня вам звонили. Это так стало модно, чтобы говорить квинтэссенцию. Не надо квинтэссенцию, просто можете попрощаться. Ага, приедут, когда подумают. Вот серый... Не подумать ничего. Серый собеседник. Ничего вечного не сказал. Но хочу вам сказать, живите так, зная о смертных грехах. Вы их избежать не сможете. Вы не сможете не гордиться, вот так, как я сегодня говорил о гордости. Вы не сможете не лгать. Вы не сможете не гневаться. А, я еще не развил тему, допустим, есть праведный гнев, правда? Ну да. Есть праведный, можно отдельно об этом говорить. Вы не избежите ленности. Вы не избежите очень многих вещей. Соотносите их своим самосознанием. Что такое самосознание? Это осознавание моим я, моего психического. То есть вы анализируете и не допускаете до края. Если вы копите деньги, ну, имейте предел. И поделитесь со своим сыном и со своим, сколько я вижу судебно-психиатрических исследований, экспертиз, когда буквально отец уничтожает своего ребенка, мать уничтожает мужа. Ну, не доводите до этого. У вас есть ваши нравственные принципы. А вы, знаете как, пойдите по пути еще ниже. Мне очень нравится в церкви одно. Вот у них есть присказка такая, которую я люблю. Ну, смиритесь. Ну, смиритесь вы с тем, что ваше эго, оно не над всеми. Оно растворено в ваших родственниках, в ваших соседях. Оно растворено в людях. И так живите. Тогда вы не перейдете эту черту нравственности и морали. И тогда вы не согрешите. И тогда в ваших детях не будет патологических генов, исковерканных. И вы будете наслаждаться своими детьми воистину. Так как это предрекал Господь. Ну, видите, и он как-то был иногда неправ. Но живите умеренно. Смиряйтесь с тем, что вы имеете определенные слабости. Допускайте их. Будьте слегка эгоистичны. Но смиритесь. Смиритесь. Главное. Главное глагол. Не переусердствуйте. Спасибо, что были с нами. Вы, я надеюсь, записали телефон клиники неврозов. Теперь вы знаете, куда можно прийти и пообщаться лично с Валерием Семеновичем. Мы встретимся приблизительно через неделю. У Кандинского есть хорошие слова. Мы все плывем по реке жизни, но у каждого своя лодка. Плывите удачно, счастливо в своей лодке и смиренно, как сказал Валерий Семенович. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok